Здравствуйте, друзья мои! Очень хорошо, что вы пришли. Проходите поближе к камину, располагайтесь поудобней, одевайте наушники, расслабьтесь и слушайте. Сегодня продолжаем читать поэм «Ушах-Намэ». Сия в уши. Сия в уши идет на женскую половину в третий раз. Воссев на трон, как только вышел шах в золотом венце, с сережками в ушах царевичу прийти велела снова, поведала ему такое слово. Тебе подарки сделал царь страны, парче, венцу, престолу. Нет цены. Тебе я в жены, дочь, отдать согласна. Взгляни, как я в своем венце прекрасна. Так почему не хочешь ты принять мою любовь и страсть, и лик, и стать? Семь лет тебя люблю я той любовью, что на моем лице пылает кровью. Прошу немного сладости твоей, хотя бы тень от младости твоей. Отец тебе подарок дал бесценный, а я тебе вручу венец вселенный. Но если страсть мою не удалишь, но если боль мою не исцелишь, Я допущу тебя к державной власти, я превращу твой светлый день в ненастье. А ся уж не быть тому, что в грязь я окунулся, страсти покорясь, Чтоб я кого забванул и предал, чтоб низости дорогу я изведал, жена царя. Ты озаряешь всех, ты не должна такой задеть грех. Царица с гневом поднялась, обрушая проклятие, пролезлость на сие в уши. Сказала, сердце пред тобой сезло, раскрыла я, а ты задумал зло. Судоба обманывает гамуза. Она разотрала ногтями щеки, разорвала одежды в чаш жестокий, И до притворных донеслись мольбы и жалобы его в лесу табы. Уши царя достигли эти крики, оставил гигавуз престол владыки, Исполнен дум, покинул он престол, наполовину женскую прошел. Сумятиц он во дворе увидел, кровь, слезы на ее лице увидел. Не знал он, омраченный, что грешна его каменносердная жена. Царица волосы рвала, рыдая, вопила перед ним, была ногая. Твой сын пришел ко мне к исходу дня, в своих объятиях крепко сжал меня, Сказал, пылают плоть моя и разум, ужель мою любовь убьешь отказом. Он сбросил мой венец, вот царь, гляди, одежду он сорвал с моей груди. Властитель погрузился в размышления, желал узнать различные суждения. Он вслух своих, чьи преданы сердца и ум высок, отправил из дворца. Один сидел на троне властелина, потом позвал к себе жену и сына. Спокойно, мудро начал говорить мой сын. Ты должен тайну мне открыть, всю правду обнажи и покажи мне о том, что здесь случилось. Расскажи мне. Поведал все уши судобе, всю правду изложил он о себе. Неправда, скрикнула царица гневно. Лишь я нужна ему, а не царевна. Мне, он сказал, не надо б наказна. Мне дочь твоя в супруге не нужна. Лишь ты нужна мне, ты моя отрада, а без тебя мне ничего не надо. Я воспротивилась его любви, и вот он вырвал волосы мои. Подумал царь, что предприниму теперь я. Кричем обоих, нет во мне доверия. Не торопясь, мы к кресте не придем, непроченном, охваченной огнем. Искал он средства, чтоб рассеять муки. Сперва обнюхал сей в уши руки, обнюхал станы, голову и грудь. Ни в чем не мог он сына упрекнуть. Судоба благухала пряным, вином, тушистым, мускозом, шафраном. Был сын от этих запахов далек, и плоть его не охватил порог. Ковуст на Судобур взглянул с презрением. Душа его наполнилась мучением. Подумал он, поднять бы острый меч, на мелкие куски ее рассечь. Увидел царь, что сей в уши безгрешен, и мудростью его он был утешен. Судоба и чародейка прибегая до хитрости. Царица поняла, познав позор, что муж ее не любит с этих пор. Но гнусного не оставляла тела, чтоб тревозловой зубновь заселенела. В ее покое их женщина жила, полна обмана, колдовства и зла. Она была беременна в то время, уже с трудом свое носила бремя. Царица с ней в союз, дубив сберва, открылась ей, просила колдовства. Дала ей за согласие много злато. Сказала, тайну сохраняй ты свято, свали ты селье. Выкини скорей, но только тайны не открой моей. Скажу царим, беременна была я от Ахримана. Эта участь злая. И сиву уже в том грехе меня, скажу царим. Он заплазнил меня, ответила колдунья. Я готова исполнить каждый твой приказ из слова. Сварив, вкусила зелье в ту же ночь, и семя Ахримана вышло прочь. Но так как семя было колдовское, то вышло не одно дитя, а двое. Услышал государь плач и стон. Отца дрожал, его покинул сон. Спросил. Предстали слуги пред владыкой, поведали о горе луноликой. От подозрений стал Кавуз угрюм. И долго он молчал, исполнен дум. Так размышлял. Будет ли достойно, чтоб я отнесся к этому спокойно? Кавуз расспрашивает о твойне. Затем решил он, пусть ко мне придет прославленный в науке звездочет. Нашел в Иране, вызвал просвещенных. Он усадил в своем дворце ученых. Им рассказал властитель о войне, в Хамаваране о своей жене. Поведал им о выкинутых детях. Просил не разглашать рассказов этих. Пошли, прочли страницы звездных книг и были астролями при них. Семь дней мобеды в тайне от царицы исследовали звездные таблицы. Затем сказали, ищи вина в той чаще, что трава и полна. До двойна мы раскрыли верлонство. Ни Шаха, ни жены его потомства. Они сумели точно указать, кто близнецов. Злокозненная мать. Поволокли охваченную страхом. Обмальщица склонилась перед Шахом. Добром поговорил владыка с ней. Он посулил ей много светлых дней. Но грешница ни в чем не сознавалась. Помощницей дарю не оказалась. Тогда колдунью увели на двор. Сулили тюрьму кинжал топор. Но грешница твердила. Я невинна. Я правды не даю от господина. Поведали царю ее слова. То дело было тайной божества. Велел властитель судобей виница. Мобедом немлет, трепетит царица. Колдунья выкинула двух детей. А прозвел их охремонт злотей. Сказала судобей. Силки сплетая, о царь. У двойни тайна есть другая. Исвестно, что Рустам непобедим. Что даже лев трепещет перед ним. Боясь его знаток науки звездный. То скажет, что Рустам прикажет грозный. Не плачь ты, у дитя, как жукорбян. Я сиротею без тебя. Вот этих слов. Ковуз по них печали. Царь и царица. Вместе зарыдали. Познав печаль. Царицу отпустив. Он пребывал угрюм и молчалив. Владыки звездочет сказал. Такой ли терзаться будешь ты от скрытой боли. Тебе любезен сын твой дорогой. Но дорог и души твоей покой. Возьмем другую сторону. Царица заставила тебя в тоске томиться. Мы правду одного из них найдем, Подвергнув испытанию огнем. Услышим небосвода приказания. Без грешного минует заказание. Жену и сына вызвал царь к себе. Сказал он сия в ушу. Судобе. Вы оба причинили мне мучения. Узнаю лишь тогда успокоение, Когда огонь преступника найдет И заклеймит его из рода в род. Сказал Судобе. Вот грех великий. Я выкинул от двух детей Владыки. Я эту правду повторю при всех. Ужали есть на свете больший грех. Да сына испытай. В грехе виновен. Не хочет он признаться, Что греховен. Владыка задал юноше вопрос. А ты какое слово мне принес? Сказал царевич. Не потупя взгляда. Теперь я презираю муки ада. Гора огня. И горы я пройду. А не пройду. К позору я приду. Сивушь проходит сквозь огонь. Двумя горами выселись поленья, Где чезисло. Мы найдем для них счисления. Проехал бы с трудом один седок. Так был проход меж ними не широк. Велел кавуз, властитель непоборный, Чтобы дрова облили нефтью черной. Зажгли такое пламя двести слуг, Что полночь-полдень превратилась вдруг. Царевич, возвышаясь над осемьми, К уладыкию в золотом подъехал в шлеме. Он прискакал на вороном коне, Пыль от его копыт взвелась к луне. Улыбка на устах, бела одежда, И разум ясен, и свистла надежда. Всего себя осыпал комфорой, Как бы готовить лечь земле сырой. Казалось, что вступает он, сверкая, Не в пламя жгучее, а в куще рая. Почтительно к отцу подъехал он, И спешился, и сотворил поклон. Лицо кавуза от стыда горело, Сказал он слово мягко и несмело. Ответился и уж, не сожалей, Что таково круговращение дней. Меня не дают стыд и подозрения, Когда безгрешен я, найду спасение. А если грешен я, тогда конец Не пощадить преступника-творец. Затем, выходя в огонь многоязыки, Взмолился к вестесущему владыке. Дай мне пройти сквозь языки огня От слобы шаха. Защити меня. О, милости, прося, Дворца благого, Погнал быстрее вихри вороного. В толпе людской Тогда поднялся крик. Сказал бы ты, Весь мир в тоске поник. Мир на царя смотрел, Но с думой злою, Уста полны речей, Сердца враждею. Взметались к небу языки огня, Не видно в них Ни шлема, ни коня. Вся степь ждала, Что Витязя увидит, Рыдала. Скоро ли из огня он выйдет? И вышел Витязь, Чья душа чиста, Лицо урмяна, Радостно уста. Он вышел из огня, Еще безгрешний, Был для него огонь, Что ветер вешний. Огня прошел он гору, Невредим. Все люди радовались Вместе с ним. Везде кремели Радостные клики, Возликовали малый И великий. Передавалась весть Из уст в уста О том, что победила правота. Невинный сын Предстал при дочи шаха, На нем ни пепла, Ни огня, ни праха. Зашел с коня Могучий царь земли, Все воины его С коней зашли. Приблизился царевич, Светлоликий, Облабызал он Землю пред владыкой. Ты благороден, Юный мой храбрец, Ты чист душой, Сказал ему отец, Он от нем сына, И не скрыл смущение За свой поступок Попросил прощения. Прошествовал властитель Во дворец И возложил на голову венец. Певцов и кравчик Он позвал для пира, Царевича ласкал Властитель мира. Три дня сидели, Пили без забот, И был открыт В закровищнице вход. Все его уж просит Отца простить с удобу. На трон воссел Властитель с булавою, Украшенную бычьей головою, Позвал царицу, Гневом обуян, Припомнил ей коварство И обман. Бестыше, Ты в сердце зло таила, Меня травой щедро напоила, Нельзя, Чтоб ты ходила по земле, А надо, Чтоб висела ты в петле. Велел он палачу, Ей так пристало На улице повесить Без покрывала. Но сын ковузу Обратил мольбу, Раскаешься, Повесив судобу, Прости я ради сына Грех безмерный, Быть может, Вновь на путь Доставишь верный. Ковуз любовь Не забыть не мог, Простил он грех, Когда нашел предлог. Разбросишь ты Прощение ей дарую, Твою познал И правоту святую. Встал севуш, Поцеловал престол, Зашел с престола, К судобе пошел, Привел царицу В царские чертоги И грешницу простил, Властитель строгий. Как день за днем, Прошло немало дней, Стал относиться Шаг к жене теплей, Вновь полюбил С такой силой страсти, Что в ней Отность свою Он видел счастье. Она же вновь Ему внушив любовь, Его толкала На дурное вновь. Дурное происходит У дурного, А сэнни дурно Стал он думать снова. Кавуз узнает О набеге Афрусиап. Охвачен страстью, Вдруг услышал шаг. От пробреженных В следующих делах Пришел Афрусиап, Готовый к бою. Сто тысяч дурков Он привел с собою. Стеснилось сердцу Царя страны, Пиры любви Покинул для войны. Иранцев он собрал Высоких санам Людей, Что были преданы Икеанам. Сказал Нагрянул Дураншах Сейчас, Но чем он Отличается От нас? Или Бог Его И сотворил Единый Из ветра И огня Воды И глины? С горящей местью Выйду я к нему, И день врага Повергну я во тьму. Зачем тебе идти На поле брани? Сказал Мобед Иль нет других В Иране? К сокровищницам Движутся враги За кровища Свои попереги. Неосторожно Ты сражался Дважды И строном И венцом Прощался Дважды. Теперь От правды Витязя Нарать Достойного Сражаться И карать А царь Не вижу В этом я Забрания Способного Пойти На поле брани Разбить врага Что угрожает Нам А я пойду Как судно По волнам Стал думать Все уж Молчащие В душе Метались Мысли Словно В чаще Я ласково С отцом Поговорю Хочу Пойти На бой Скажу Царю А вдруг Меня избавит Бог Великий От мачеви От ревности Владыки К тому же Я прославиться Могу Когда я Учиню Разгром Врагу Пришел К отцу Решителен Спокоен Мне кажется Сказал Что я Достоин Надюшского Царя Пойти В поход В опрах Поверхности Вражей Воевод Господь Как видно Притрешил Заранее Что душу Он свою Отдаст Дуране В согласии Дал Царевичу Отец К отмщению А поясался Храгрец Рустама Царь Позвал Смогучем Сечи Повел Воздитель Ласквыч Сказал Слона Та силу Изотмил Рука Твоя Щедрее Чем Щедрый Нил Мой Сев Уж Пришел Готовый К бою Как Лев Бесстрашный Говорил Со Мною Он Хочет На врага Пойти Войной Ты Будь Ему Защитой Броней Засну Когда Ты Будешь Недреманным Заснешь Я Буду В страхе Постоянным Я Раб Царю Ответствовал Рустам Я Подчиняюсь Всем Твоим Словам То Сев Уж Моя Душа И Око Венец Его Мой Светоч Без Порока Сев Уж Идет Войско Открыл Ковуз Для Воинов Страны Врата Сокровищ Врата Казны Из Всадников Воителей Умелых Избрал Двенадцать Тысяч Самых Смелых Сказал Властитель Ваша цель Светла Славнейшим Вашим Аминам Хвала Пусть Вам Запутствует Повсюду Счастье Пусть На врага Обрушится Ненастье Идите Будьте Радостны В пути Желаю Вам С победой Прийти Заплакал Царь В исполненной Тревоге С царевичем Провел День В дороге Вот Обнялись О них Последний Раз И Кровь Ты Скажешь Хлынула Из глаз Так Дождь Из-за Благов Весенних Льется Расстались Плача Оба Полководца Предчувствовала Расстану Порой На трон Не Воседал Как Шах Охотился Порою В камышах А через Месяц В путь Войска Опустились С Грамм Войска Званием Сладких Снов Счастливого Пробуждения Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует